Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, этим роликом, да и там некоторыми другими предыдущими роликами, где я критиковал там музыку с амперов, которые они сочиняют, я залезаю в тему, в которой я практически не разбираюсь. В принципе, как можно разбираться в музыке? У тебя либо хороший музыкальный вкус, либо у тебя хуёвый музыкальный вкус, либо ты меломан, и ты слушаешь всё вообще, вот всё, что есть. Ты не подразделяешь музыку на какие-то жанры. Для тебя музыка, это вообще в целом всё. Ты можешь послушать и рэп, и рок, и хип-хоп, и многое другое. Я не разбираюсь абсолютно в этих жанрах, во всём остальном, и слушаю то, что мне нравится, и, наверное, отношусь больше, наверное, вот к этому среднему типу, к меломанам. Мне вообще похуй, что слушать. Если звучит хорошо, то мне нравится, за исключением, наверное, каких-то хуёвых исполнителей, которых, ну прям, все ненавидят, и я послушал, и я вот согласен с мнением большинства. Иногда я противопоставляю себя мнению большинства, и из-за этого меня многие называют нигилистом, и так далее. Но, на самом деле, если многие люди хейтят, на самом деле, наверное, есть за что. И вот никто же не будет как-то задаваться вопросом и спорить со мной на тему того, что, допустим, Фейс — это абсолютная бездарность, как и ЛДжей, как и многие вот исполнители, которые сейчас популярны, у меня язык не поворачивается их таковыми назвать. Но, вы знаете, я зашёл немного не туда. Так вот, многим людям нравится музыка. Многие люди живут музыкой, когда едут на работу, там, в школу, в колледж, в университет и так далее. Они слушают музыку даже на скучных каких-нибудь парах. Они не играют в телефон, а слушают музыку. И вы знаете, порой у них вкусы достаточно специфичны. Что нравится одному, то не нравится другому. И с музыкой на ютубе всё достаточно неоднозначно. С одной стороны, тебя душит авторское право, с другой стороны, ты хочешь вставить какую-то охуительную композицию, которая нравится большинству людей. Так, допустим, у меня в обзоре на Тофика Дипсайза, где я вставил музыку Валентина Стрыкала «Я бью женщин и детей», по-моему, она называется не так, а, возможно, и так, мне прилетело АП, и, в принципе, данный обзор не монетизируется. Мне не жалко Валентину, безусловно, за такую композицию я готов отдать ему копеечку. Однако, не все такие, как я. Большинству ебучие капиталисты. А как мне кажется, я причисляю себя скорее к каким-нибудь социалистам. Я очень, на самом деле, боюсь данных понятий и формулировок, потому что, блядь, я сейчас скажу, что я социалист, а окажется, что я капиталист, потому что я как-то, я, наверное, и сам ещё не могу точно сказать, кто я, капиталист или социалист, блядь, ладно. Ладно, давайте об этом поговорим как-нибудь потом. Скорее всего, конечно же, я социалист, да. Но давайте поговорим об этом потом. Так вот, в видосах на Ютубе чаще всего, чтобы фон как-то не пустовал и так далее, люди вставляют, ну, вернее, не люди, а, блядь, не люди, а блогеры, там, сампер, блядь, летсплейщики и так далее, они вставляют какую-то музыку. И порой, чтобы, как бы, и на авторское право как-то вот там не нажать, чтобы там не было у тебя каких-то санкций по поводу видоса и так далее, ведь многие, блядь, на полном серьёзе считают, что если у тебя нет монетизации на видосе, то видос не продвигается. Блядь, ну это же абсурд. Ютубу, блядь, вот представим, что вы создали сайт, и вам что, вот, главное на первых порах, заработать, вот, там, с какого-то, с двух, с трёх людей, при этом вставляя максимальное количество рекламы, или удержать аудиторию на сайте. Так вот, Ютубу важно именно удержание аудитории, чтобы как можно больше людей, там, досматривали видео от начала до конца, там, с первого, как я не знаю, попытки захода, вот, на ролик, чтобы они вот от начала до конца, без пауз, без всего досматривали. Это показатель Ютуба, практически, один из самых главных лайки, там, подписки и так далее. Это уже другое дело, комментарии, это коэффициент вовлечённости, это уже не так важно. Ну и вот, и многие самп-ютуберы, вот, в частности, они вставляют, блядь, такую парашу, это просто пиздец, блядь, какой-то русский рэп и так далее. Но, блядь, ладно, русский рэп со славой. Во-первых, блядь, чуваки, если вы, нахуй, делаете какие-то ролики, то, блядь, не вставляйте вы русский рэп, блядь, вообще, песни, блядь, с какими-то русскими словами не вставляйте никогда. Потому что говорите вы, блядь, на русском, и на заднем фоне ещё играет песня, блядь, на русском языке. И от этого слова, блядь, сбиваются как-то, и хуй поймёшь. Ты и музыку, блядь, слушаешь, и человек, и по итогу, получается, ты нихуя, блядь, не слушаешь. Ведь человек, он несколько дел одновременно делать не может, блядь. Он делает вот какое-то одно дело и так далее. А когда, блядь, ты пытаешься услышать и то, и то, это пиздец. Но, блядь, русский рэп это ещё, блядь, полбеды. Многие просто вот заходят в группу музыка, блядь, без АП, и вместо того, чтобы вставить в какой-нибудь Кивин Маклиода там, и каких-то прочих там, я не помню, как на радиоактив, по-моему, или чё-то такое, вот эти вот музыка без АП, которые делают достаточно неплохую, хорошую музыку, вот, они вставляют куда-то санную, блядь, электроничную. Ну, чё это такое, блядь? Я, блядь, вообще не понимаю. Кто-то вставляет музыку вообще не по вкусу, поэтому я отношусь к музыке в роликах, в своих, в частности, очень, блядь, аккуратно, и прям вот я порой просто не вставляю музыку, потому что я не знаю, вот, какую музыку нужно вставить под данный видеоролик. Я сейчас вставлю и испорчу, блядь, всё впечатление ролики. Я уже так делал, блядь. И вот я порой пересматриваю ролики, и мне кажется, что я музыку поставил вообще, блядь, неподходящую. Прям, ну, вообще нахуй, к чему я её тут поставил и так далее. Поэтому, в частности, вот на этом канале, вы могли заметить, я оставляю просто вот эту вот вторую звуковую дорожку просто без всего. Там нет ни музыки, ничего. Вы слушаете полностью чистый мой голос. Согласитесь, что это лучше. Вот пройдите опрос справа, вот там я вам в правом верхнем углу опрос, сделал. Пройдите опрос, что лучше, с музыкой не по теме или вообще без музыки? То есть, как вам лучше? Мне кажется, что лучше не вставлять музыку, потому что так хоть останется какой-то смысл. Да, возможно, атмосфера передастся не так, но она хотя бы вообще передастся. А если ты вставишь музыку, блядь, это чё, блядь, такое? Это просто пиздец. И порой не вставляет Барон Гейм Кронос, в частности, вставляет такое говно, блядь. Но, мне кажется, у него отсутствует полностью чувство вкуса. Ой, что? Барон Гейм Кронос делает такие, знаете, неплохие ролики. Мне очень нравится. Вот смотрю всей семьёй, собираемся всё у такого большого плазменного ЖК-телевизора и смотрим прям вот все. У него настолько охуительное чувство вкуса. А хромакей! Вы видели, блядь, этот хромакей у Барона? Это что-то с чем-то, блядь. Просто возвращает нас какие-то старые, там, 80-е и так далее, когда фильмы, когда хромаки заменяли просто однородным фоном. То есть, порой оно там лагало и так далее, то есть, выделялось не то, что нужно и так далее. Выравнивали как-то по скрин-мейту, по скрин-вайту, по скрин-блэку и так далее. Вот. Выделяли какие-то... Ну, в общем, это неважно. И то есть, Барон, он, понимаете, он вот такой вот инквизитор старый. Он действительно понимает, что нужно людям. Он возвращает нас вот эти вот старые времена, вот, в фильмотворение, когда люди не знали о такой вещи, как хромакей. Ведь хромакей, по сути, действительно уникальный. Как до этого люди додумались? Просто вот убирать какой-то вот задний фон, да и вообще фон, который однородный, который не соответствует какому-то видеодорожке ролика. Это же гениально, мне кажется. То есть, ну, вы представляете, такого ещё нужно было додуматься. Мне кажется, эта идея витала уже очень далеко. Вот. И как бы вопрос такой, что появилось раньше? Вырезка по маске, блядь, или хромакей? Ну, ладно, это уж такой, знаете, монтажёрский такие разговоры пошли. Ладно, неважно. Так вот, музыка, блядь, ну, это просто невозможно, блядь, сам перенес вставляйте вообще никакую музыку, если вы вообще, блядь, в ней нихуя не понимаете. Если вам кажется, ну, блядь, все вставляют Кивина Маклиода, блядь, и я вставлю Кивина Маклиода, вот эту весёлую, у него очень много весёлых композиций, у него также есть мрачные композиции. И вот за это Кивин Маклиод, он уникальный исполнитель, как мне кажется. Он делает музыку без АП, и делает её с душой. Но просто понимаете, у Кивина Маклиода, у него существуют какие-то баянистые, вот эти вот его композиции, произведения, и о них знает абсолютное большинство, о каких-то ноунеймовских работах, которые выполнены достаточно лучше намного, на порядок лучше, которые подходят именно под контекст этого ролика, они об этом не знают абсолютно, как лично мне кажется, и вставляют просто, ну, типа, ну, вставили и вставили, ну, что тут такого, да? И это, как мне кажется, неправильно. Однако же, однако же, делитесь своим мнением в комментариях, я готов меняться, я готов, как бы, понимаете, воспринимать чью-то чужую точку зрения, если она объективно, авторитетно и неподкупно, если она со всеми доказательствами, если она со всем, если она мне объяснена, вот, со всех прям сторон, то я готов ее принять, вот, и заменить, то есть, ею, вот, мою предыдущую вот эту вот теорию, гипотезу, мое мнение, вот, как я до этого думал, людям свойственно менять мнение, однако, многие люди меняют мнение из-за денег, и вот это мне в них не нравится, это большинство самперов, к несчастью, к огромнейшим несчастью, вот это у большинства самперов, ладно, чуваки, ладно, делитесь своим мнением по поводу музыки в роликах на ютубе, в комментариях, вот, блять, что я сказал сейчас ее, ладно, я думаю, что вы меня поняли, в общем, делитесь своим мнением по поводу музыки на ютубе в комментариях, все спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока, и подписывайтесь на Данилу Герреру, ему это действительно сейчас очень нужно, ему нужно ваши понятия, не важно, не важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!